Не посвященным эти экспонаты покажутся непонятными кусками железа, но зато специалисты оценят каждый предмет, поскольку многие из них раритеты. В Тверском ДК «Химволокно» работает выставка, на которой можно увидеть фрагменты самолетов Великой Отечественной войны. Многие из них уже в сороковые считались раритетами. В начале сентября выставку решили провести не случайно. Как известно, в эти дни отмечается 75-летний юбилей окончания Второй мировой войны. Экспозиция примечательна тем, что она посвящена одному направлению — авиапоиску. На выставке представлены фрагментные детали самолетов, также личные вещи летчиков, найденные с военно-поисковым отрядом за последние два года, а также фотографии с места раскопок и книги. С одной стороны, тут есть фрагменты таких массовых и известных по кинофильму машин, как П-2, но есть и остатки, например, такого раритета, как Р-5. Этот легкий многоцелевой самолет был одним из самых массовых до войны, но сейчас почти неизвестен широкой публике, оставшись в тени другого биплана — по два. Не меньший интерес представляют и личные вещи, благодаря которым удается установить места гибели летчиков. Как, например, автора первого ночного тарана Петра Еремеева. То, что удается порой найти не только фрагменты самолетов или останки наших летчиков, членов экипажей, но и сообщить эти сведения на их родину, их родственникам — это еще одна большая удача и даже, я бы сказал, подвиг наших поисковиков. Неудивительно, что столь необычная выставка вызвала интерес у тверичан. Как у тех, кто случайно оказался в ДК Химулакно, где была развернута экспозиция, так и у настоящих любителей авиации. Я очень люблю именно авиацию, именно авиацию Второй мировой войны. И вот то, что здесь использовано и в качестве каких-то экспонатов, которые остались, мне очень это близко, дорого. Эта выставка — результат труда многих поисковых отрядов, которые обнаружили данные обломки самолетов, оружия и личные вещи на территории Тверской области за последний год. Учитывая, что работа на местах боев продолжается почти постоянно, можно не сомневаться, что следующие экспозиции пополнятся очередными находками, благодаря которым удастся установить новые факты биографии героев былых времен.